Сибирский ковчег Александр Вологуев. Потерявшийся фотограф ныне. Фотограф, да. Ему предстояло строить храм в дужах людей, согласившихся шагнуть под небо Потеряевки. Сибирский ковчег Эливеров-Потеряевку. С 1989 по 2017 год. В доме по улице 2-й строительной в Барнауле жил мастер-строитель Игнат Тихонович Лапкин. Строил он, правда, редко от случая к случаю. То печку кому-нибудь сложить, то дачу под крышу подведет. Дело, в общем-то, хорошее, стоящее. Люди спасибо говорили. А Лапкин отвечал. Печкой душу не согреешь, крыша не спасет от гнева Божия. Никогда не покидало меня желание вернуться в родные края, рассказывает Якин Тихонович, брат Игнат Тихонович. Приезжал сюда и видел, как земля зарастает бурьяном. Тогда-то мы и решили, пора начинать возрождение поселка. 1989 год. На коне. На коне. Только спустя 20 лет, благодаря братьям Лапкину, пришло время вновь отыскаться по Теряевке на этой земле. Отец Наум Баршуков совершает первую литругию под сенью деревьев в Патеряевском парке. 1990 год. Ну, здравствуй, ласково сказал Карагезу отец Яким. Конь ржанул и потянулся к священнику, трепещущей губой сквозь облачко легчайшего пара. Вот это зима. Карагез. Ну, и имя. Казахстанар. Восьмиконечный православный крест, укрепленный на высоком шесте, был виден издалека. Под крестом на ровно чисто выметенной площадке, окруженной зарослями крапивы, разбит лагерь Стан. Тарелки все те же, что еще сейчас. Может быть, это они же. Ну, да. Зарядка. Отец Баршуков на зарядке. О-о-о. Сразу видно. То ли грузинский танец исполняет. Грузинский танец какой-то, да. Есть было мало чего. Собирали старую мороженую на поле картошку. Из нее оладьи добрые получались. Лебедка и рыжик, а по весне и трава разная. Не беда. А я лебедка прочитал. Наталья Приходько. Песменный старший воспитатель лагеря. У нее доброе сердце, детям с ней хорошо. Такая вообще фотография, как будто, я не знаю, специальная студийная постановка такая. А на самом деле просто так и люди выглядят. Как будто их царскую семью фоткали, да? Да, 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 да. В таком же. Хорошо, да. Какая честная вообще. Новоселов по деревке, Дякон Евгений Янчук и жена Людмила строят свой дом. 96-й год. Это вот та Людмила, которая на клиры сейчас поет? Угу. О-о-о. Как бы там ни было, но только звезды деревни Потеряевка, звезда деревни Потеряевка уже взошла на небесах. И хочешь ты того или нет, но она может сделать с тобой нечто такое, чего ты сам из себя не ожидаешь. Это вот батюшкин дом, я так понимаю. Правильно понимаешь. Красота. А это что за справа? Дети какие-то? Ну, кто нам? Неподписанные дети. Вот Нанежда Васильевна. Давайте я скажу, кто. Вот дети. Ты таких не видал, молодец. Это уже бабушки, наверное. Это какие-то другие, да. Это уже в школу похоже. О, встаньте дети, встаньте в ряд. Здесь, в Потеряевке, даже воздух кажется иным. И отношения между людьми не так, не как всюду. Если мужик, то почти боярин. Если женщина, то бояриня. Лица строгие, собранные, полные внутренней тишины. Дети тем более на отличку. Мальчики с повязкой, девочки в платках. И каждый излучает свет. Вот это Иван Дробот. Этот, вернее. Как его? Андрей Дробот. Который Дроботов отец. Глухонемой? Да. Он дом строил, сковоречник что ли? Да. Понял? Инженер сковоречник. Про который Игнать Ильич говорит, что он этот. А где я вот этого видел еще? Где я видел? На видео где-то что? Слепого-то. Где-то я видел его. Контов. Документально в фильме. Еще где-то. Можем потеряю. Это вот Альфим Глужков. Вот сам младший. Ну сейчас там конечно парень высокий. Большой. Сын Ивана Игоря Глужкова. Сам младший. Кит. Ничего себе. Я Евдокия Титовна. Уроженка Рыжкова. А муж мой Иван Нефантьевич. Потеряев. Мы еще живы. Мы молодые были. Когда нас раскулачивали. Потеряевка 98 год. А это Глужковый. Это не знаю. То ли Юля что ли стоит. А там фильм был. Отец Яким чистым хлебом кормит. Только на седок. Разговор сына Игнатия с матерью Марией. О листоках веры. Главные единственные. Единственные улицы Потеряевки. Присвоено имя Марии Лапкиной. Матери Игнатия Якима и Павла. Она успела пожить в возрожденной деревне. И похоронена здесь. Весна. Дом батюшки. И купол Хараба. Такая затемненная. Вместе с весенними птицами возвращаются в Потеряевку временные жители. На лето. У нее представляют. Там дача такая вся. Заходят пирожки. Блины, ягоды, молоко. Чай заваренный. Она еще все время встреча так восхищена. Да, чей пахнет бабушкиной. Пришла весна. Староста Барабаш уже ремонтирует свою технику. Он как американский фермер выглядит. Такой, знаешь. Рамотный. Не здешний какой-то. Да, кепка Nike. Все нормально. Сибирь, телеком. Связь со всей планетой. Вот, бесплатно нужно заводить на саду. Деряевка на проводе. Прием, прием. Удобрение, полифера, сада. Затем ожидание на все это смотреть. Вот на огородчике. Как раз вот она. Наталья Приходько, Виктор Савченко и Игнать Тихонович. Вот за счет Натальи Приходько, Раньше тут все благоухало в нашем игрушке. Схоток, вот этот, все ягоды там. О, Никита Устинов мелкий. А вон она идет. Столпники, пастухи, правда. Пастуха Тихона. Вот такая высокая сестра. С Виктором она где-то. Она откуда приехала? Она с Барнового. Наталья в заводах о будущем урожае. В древний весенний день, зиму кормила. Даже есть песнопение, где Игнать Тихонович говорил, что это... Она будет, вроде, после него начальником лагеря. Нет, нет. На избу полос. Никакой снимок. Так, короче. Потеряю. Славно сам компас. Заблудившись, зашкалил. Да так свою растерянность и выплеснул на географическую карту. Не знаю, мол, не ведаю. Потерялась деревня. В миру ли затеряна? Затеряна. Миром ли утрачена? А это вот приезжал фотограф, который у патриарха этого Алексия Второго снимал в этом лотаре. Такой с бородкой мужчина. Я не помню его. Даже свою визитку. Исайя 60-80. Кто это летает, как голуби? Голубь пятням своим. Голубь пятням. 9 метров 60 сантиметров. Урок в школе ведет Людмила, жена дьякона Евгения Янчука. Вот его старший сын. Когда он погиб. Иосиф Тору. Я видел похороны. А это с разъезда приходили ребятишки. Вот это, вот это. С разъезда с ребятишками не дружить. Учащиеся выделяют школу с разъезда. Подстег. Какой взгляд у него. Там уже все сатана захватил. Я дополню. А что удивительно, они были более по дисциплине, лучше, нежели наши патриарские. Ну, те еще боялись выкамениваться. А те тоже дома. Все нас обрано, можно отдохнуть. Барабаш. Елена, Игорь и дети. 1998 год. Маша барабаш. Ерема еще нету, да? Ерема нету. Помимо. Каждую пятницу в лагере Стане костер. Песня «Печеная картошка». Вот Сергей Павлович там. Вот Сергей, этот, Виктор, вернее, Владимир Пищиков. Его сын Сергей. Виктор Савченко, учитель местной школы, бард и композитор, хлебопекарь и благовестник. Вот. Это Сергей Пупков такой. С гитарой. Старший, встаный приходит, как говорит, готовит семена для будущего лагерного цветника. 2004 год. Подготовка к лагерному сезону в полном разгаре. Велоспед Турина Тихонович еще новый, со щитком. Ребенок тебе, Сай, 35,8. Путь по ней назовется путем светом. О, ветер какой. Время Отца и Сына. Крещается Род Божий, такое-то во имя Отца. Аминь. И Сына. Аминь. Жизненный крест нести труднее, чем надельный. И свечу веры, не задуют ли противные ветры. Научи Господи смиряться пред тобою. Так, кашку доесть, иначе испортится. Устиновый Андрей и Ирина. Уже не испортилось. Сохранить душевное равновесие всегда непросто. Тачка и поехали. Виктора Петеримова жена Лариса стоила вщину в Барнавурске, которая профессионально. Осока, кусты, камыш, балки рядом, амутки с рыбой. Когда было трудно, тяжело, всегда хотелось в эти места прийти. Все пережить еще раз, погрузиться в истому жаркого дня, того те облака, те взгорки узреть. Это я не понял. Плохо прочитал. Дорога к храму. Ну, где и Павел, младший брат Инатихна, все на лошади. Дирижирует. А там как раз глухонемой вроде идет Андрей. Ну да, он есть с кем-то из девчонок своих. Патие 3.12. Адам сказал, жена, которую ты мне дал, она дала дерево, и я ел. Я думаю, им не понравилась эта надпись. Скорее всего, сибирская мадоння. Игорь Третьяков в силе. А это вот уехала как раз. Наталья в Америке. А да, сидит как... Слушай, ну это вообще как картина маслом. Да, так у него первые места за счет этой картины занимал Волобоев. Все. И будут пасти там, и будут вечером отдыхать. Вот еще. Постоянно они сдружили Василиса Нечок и Ерема Барабаш. Вместе всегда за руку ходили. С детства у них другого. Закончил с чем-нибудь? Не знаю. Ну как, ничего нет. Пока нет, ничего не видел. Трое ангелоподобных детей играют у калитки. Их мать Марина, гречанка. Будучи заочно знакома с Инатием и его проповедями, она решилась вместе с мужем Дмитрием ехать в потерявку. Нас Бог хранит. Главное же в жизни труд. Теперь эта семья живет в Греции. Проналожение следует. Ну ладно, до сих пор ходит здесь. Притча 22.6. Оставь юношу при начале пути его. Он не уклонится от него, когда и застарится. Это кто колет-то? Витя Петеринова вроде. Который ремонтировал компьютер-то? Недавно. Вот. А, все понятно. Вот у Гали Глушковой сидят дети. Видишь, она огородница. 5062 килограмма. Видал? Да. Все есть под руками. Воздух, вода. Трудись, молись. Никакого кризиса. Масло Запорожец. Все, движок заливай. А этот Запорожец вот и вон там все стоит. Задится. Он уже не стоит, лежит на пузе. Яевка. Кто-то сбил, видимо, самолет. В этот же день заполыхали роща, лага, степь, пожарами. Был страшный ветер, сушь. Давно не было дождя. Огненные валы катились на деревню со стороны Корчена. Вся деревня бросилась тушить огонь. Господи, доведи нас до царствия Твоего. Это вот в лагере так было. Вчера мы сидели без значения. Но это в основном было в пятницу. вот Глушков. Такой сидит. С ребенком такой, детинок. Санфилом, наверное. Батюшка с горки. Снимки разглядывай. Снимки разглядывай. Ну, хорошая. Хорошая. Ну, ты что уходишь? Вам уступаем место. Сиди рядом. Литки. Вон какие. Это Литка, с которой вчера беседу. Так, не забывай, Николай, мы договорились, ни одного ролика не выставляй. Пока. Пока у меня не увидишь, он выставлен. Хорошо. Так, все. Так. Все. Сейчас вот будет. Смотри, хорошая снимки-то. Ну, конечно. Матушка идет. Мощнейшая. Так. Назад. Еще маленько. Так. Давайте посмотрим. Так. Еще. Еще. О, видишь, какие. Даже Виктор Петеримов попал. Да. Он не однажды попал. Это девочка, от которой женщина пришла. Это замуж вышел за Игоря. Какая красота. Поверни ему, чтобы видно было. Да, да. Мы тут снимаем. Хорошо будет. Только... Ударочка появилась. С ногами руки будут. Ну, ничего страшного. Какое одеяние. Как оно... Человек это другим представляет. Что тут непонятно-то было. Застегнутый. Как она выглядит. С красным дипломом Медицинский университет. Он экономический факультет закончил. Чужие деньги считать учатся. Ну. Одевает невесту. Видишь, как. А это он ее везет, как Боярня Морозова. Она показывает два пальца. Муж Виктор. Программист. Специально так все устроили. Так он... Волобой сколько времени мог снять. То солнце не то, то облако не такое. Из щурки с одной столовой. Ну, он знает, что сделать. Видишь, как. Шинель в ней тут. И поняту два, как Боярня Морозова. Виктор си. Валера Сокольских. С той общины. Который читает сейчас. Ну да, и дочь там его. На собрание. Хорошая. Вот он, да? Этот-то. Степа-то. Степа, да. Да, крестили его. Он вырывается. Братишка его обрызгал. Баракамер. Он преждевременно, что ли, родился. Да. Но его на ненадеялись. А он еще, видишь, какой бегает. Тут мало подписи. А тут все-таки есть. А в конце, вот, посчитай тут. Посчитай. Лошадь третьего брата. Вот так. Подожди, как... Наверное, нет. Подожди, гляну. Что тут написано? Считай. Протодиакон Андрей Кураев. Знаете, это такой типаж воярони Морозовой. Такой доморощенный мужик, который сам книжник... Который сам книжники читает. Книжники читают. Он не играет. Он совершенно всерьез это воспринимает. Потрясающая там память. Такое математическое мышление. Пожалуй, самый лучший проповедник в России на сегодняшний день. Он жутко интересный человек и при этом всегда очень свободный. Я, говорит, завидую ему. Он никого, говорит, не епископом никого не угождает. А я, говорит, думаю, что и епископ скажет. А сейчас его освободили. Други будьте смелы. Матушка, гляди, облака, копны какие, идут труженицы. Пространство неба и земли смешиваются в бесконечное, странное, волнующее. Как будто ты начал путь, смысл которого почти не постижим. Вот так. Да. Это Вологуев снял в Сибирский Ковщик. Он какую-то премию получил за эти снимки. Потеряевки снимал. 28 лет, кажется. Вот он сидит, потерялся. Да, 89-го, 2017-й год. 28 лет. Вот, и считай. 28. Это вот он сидит, да? Это он потерялся в Москве. Ваша Москва преступная сожрала его. Да, я уже начал его искать, пока ничего нет. Так, матушка зайдет, это я утащил у нее. Она кому-то дала посмотреть сегодня, я с Тибрилу ушел. Она в Огородное. Она придет, я спрошу, сколько у ней. Скажу, для библиотеки подари. Ужина, наверное, или все. Я хотел с Николаем...